Добрый день, это проект Смотри Хабаровск в студии Виктория Пильник. Замглавы Центрального банка России Сергей Шевцов посоветовал не полагаться полностью на государство в вопросе пенсионного обеспечения, а подумать уже сейчас, как в том числе за свой счет обеспечить себе комфортную старость. Когда стоит начать копить и какие инструменты пенсионных накоплений доступны каждому, мы обсудим с Юлией Галкиной, инвестиционным советником. Добрый день, Юля. Добрый день. Мы с вами уже встречались в этой студии, и тогда вы были финансовым консультантом, а сейчас уже инвестиционный советник, и мы тут с коллегами провели расследование. Вас оказывается, таких всего 23 человека в России, вы вынесены в специальный реестр Центрального банка России. Расскажите, пожалуйста, чем отличается инвестиционный советник от финансового консультанта? Дело в том, что сейчас очень много людей начали инвестировать. Этому поспособствовала и налоговая оптимизация, которую предусмотрело наше государство. ИИС, различные эффекты, сработал эффект сарафанного радио, кто-то получил налоговый вычет, начал открывать, кто-то получил хороший прирост на рынках, тоже начал открывать. И сейчас просто бум начинающих инвесторов на рынке, их стало очень много. Ну и, соответственно, появился спрос на финансовых консультантов, их количество значительно увеличилось. Дело в том, что финансовым консультантам сейчас может назвать себя, в принципе, кто угодно. И есть, к сожалению, истории негативные, когда люди пытаются на этом заработать. Есть даже элементарный какой-то сотрудник какой-нибудь МММ очередной, они тоже себя финансовыми консультантами называют. Поэтому Центробанк очень серьезно относится к этой ситуации и решил жестко разграничить. Конкретную рекомендацию, что купить в портфель, может дать только инвестиционный советник. Я так понимаю, что вы в Хабаровске, в принципе, один такой. Я думаю, на Дальнем Востоке у нас такой только один. Так, давайте воспользуемся ситуацией и поговорим на вот эту злободневную достаточно тему. Так, с чего начинать пенсионные накопления? Вообще, когда нужно это начинать? Ну, боль любого начинающего инвестора, когда человек погружается в эту тему, к нему приходит осознание, что этим надо было начинать заниматься вчера. И, ну, это вот как с деревом, да, когда хорошо посадить дерево 20 лет назад, когда следующий самый лучший период? Сегодня. Поэтому, если еще этот процесс не начался, то его надо начинать как можно быстрее. Начинать можно буквально с маленьких сумм. Большой миф у людей, что там, когда разбогатею, начну инвестировать. Богатеют люди тогда, когда начинают инвестировать, а не наоборот. То есть, сначала первое начередное надо разбираться в этом процессе, а потом уже туда получится результат. Честно говоря, я начала эту деятельность именно тогда, когда поняла, что это работает. То есть, я пару лет сама начала инвестировать и поняла, что это работает. Начала всем говорить, люди, опомните, сделайте это. Вот, сейчас я иду четко к своему капиталу. У меня есть четкий план, я его выполняю, это не так сложно. Я удивляюсь, насколько небольшими суммами можно идти к своему капиталу. В общем-то, я сделала даже расчеты. Интересно, в цифрах, да? Да, да, речь идет о цифрах. Если взять среднюю зарплату по Хабаровску, то это порядка 40 тысяч рублей. Ну, то есть, от этой цифры отталкиваться. То есть, оставаться на этом же уровне. Да, то есть, не жить хуже, не жить лучше так же, то нужно иметь капитал порядка 8 миллионов рублей. Разместив 8 миллионов рублей даже на обычных банковских вкладах, под 6% годовых, вы можете 40 тысяч рублей иметь у себя ежемесячно. И, в общем-то, такой элемент финансовой независимости. Сколько же нужно откладывать, чтобы эти 8 миллионов... Иметь к пенсионному возрасту, да? Ну, самое главное, надо начать откладывать. Это первое. И тут и время играет на нас. Если, допустим, взять 60 лет, тут не будем там как бы там 60-65, взять 60 лет, мы, в общем-то, можем это и раньше себе обеспечить. И вот, допустим, 55 лет, нужно 8 миллионов. Мне нужно откладывать 134 тысячи рублей в месяц. Ого! Ого! Это при нашем зарплате 40 тысяч рублей, ну, просто нереально. Вот. И при этом, если мы это делаем с помощью фондового рынка, то есть, делаем это самостоятельно или посредством специалистов, которые подскажут, то достаточно будет складывать 103 тысячи рублей. Тоже уже намного меньше. Вот. Что же будет, если, например, мне 40 лет, ну, мне сейчас 37, у меня еще побольше, допустим, 40 лет. Ну, округлили. Мне 40 лет, да, и до пенсии мне 20 лет, такой горизонт. То инвестировать в месяц мне надо 34 тысячи рублей, уже более реальная цифра, если, допустим, ну, зарабатывать больше, да, чем 40 тысяч рублей. Вот. А если при этом подключить фондовый рынок, то достаточно откладывать 10 с половиной тысяч рублей. Ну, вот разница. Инвестирую сам под подушку, да, 34 тысячи рублей и инвестирую через фондовый рынок в 10 с половиной. А что же нужно делать, если ты задумался в 20, то, получается, у тебя до пенсионного фонда 40 лет. Тебе, если самостоятельно откладывать 17 тысяч рублей, вообще, в принципе, сумма, которую может, ну, даже вот любой человек себе, в принципе, вот 40 получает, ну, найти еще доходы на 17 тысяч рублей. Но при этом, если использовать фондовый рынок, достаточно, сейчас удивитесь, 1265 рублей. Всего 1000 рублей. 1265 рублей. 20-летние. Вот сейчас вот внимательно слушайте, потому что эта информация для вас. Чем больше у вас времени, заставьте ваши деньги работать на вас. Чем больше у вас времени, тем круче, в более крутом положении вы находитесь. Вы просто можете, это я еще при этом расчеты взяла, при среднегодовой ставке, 10% доходность рынка. А на фондовом примерно 20... Ну, я бы сказала, что на российском рынке можно рассчитывать на 12-15. Это даже в том числе используя инструмент ИИС, который позволяет повысить доходность. И вот чем дольше горизонт инвестирования, чем, да, эта доходность будет выше. Но мы не можем гарантировать эту доходность, поскольку гарантировать мы не имеем права, в принципе. У нас есть только статистика предыдущих периодов. Статистика предыдущих периодов показывает, что среднегодовая доходность в долларах, американский рынок, это порядка 10% годовых, российский рынок дает где-то 12-15%. Но у нас инфляция выше, и у нас на российском рынке инфляция еще есть проблема рубля, которая постоянно обесценивается. Поэтому на таком длительном горизонте моя обычная рекомендация, если мы на 5 лет и более, то диверсифицировать портфель по валютам хотя бы 50%, чтобы было не только рубли. Какие инструменты доступны для начинающих, для тех, кто сегодня только решился? Можно использовать ИИС. ИИС позволяет получать налоговые льготы от государства, повышая таким образом доходность вашу, и вы, в общем-то, меньше потеряете, меньше страха, больше результата. Индивидуальный инвестиционный счет расширается. Да, это называется индивидуальный инвестиционный счет, и его можно открыть у любого брокера. Брокеры у нас топовые, из топ-10 выбирайте любого, и вероятность того, что это будет хороший брокер, 99%. Ну, проще говоря, можно зайти в любой банк, у которого есть собственный брокер, да, тот банк, которым вы пользуетесь, и там открыть. Да, ну, если уж совсем хотите заморочиться, то можно изучить этих, там, посравнивать. На сайте Мосбиржи всегда можно посмотреть актуальное состояние топ-10 этих брокеров, и выбрать кого-то из них, если хочется прям лучшего. Второй способ, который может подобрать, в принципе, любой человек, это накопительная инвестиционная программа в оболочке страхования. Как правило, это надо делать в валюте, это, как правило, индексные фонды, которые понятны, и там как раз не требуется самостоятельно ни в чем разбираться. Ты один раз разобрался, что ты, как ты формируешь свою пенсионную программу, и потом просто дисциплина и время. Дальше на тебя работают дисциплины, это дисциплинированно, там, раз в месяц ты пополняешь свой счет, вот, и делаешь это на протяжении достаточного количества времени. Вот здесь мне хотелось бы немножко остановиться. Это дисциплина, то есть по Ворону и Баффету, да, если вспоминать, то это в определенный период ты кладешь строго фиксированную сумму, можно больше, меньше, нельзя, и делаешь это, несмотря ни на какие обстоятельства, так? Ну, например, так, да, то есть если вот кто-то пытается уловить какие-то там колебания, что сейчас будет дно, или там сейчас рынок пойдет в рост, вот такая стратегия, которую вы озвучили, она имеет наибольший шанс на успех, потому что лишает человека от необходимости нервничать, нервничать, отлавливать рынок или еще что-то. Делаешь это вот неизбежно, и у тебя будет результат лучше рынка, лучше рынка даже. Поэтому это вот самая лучшая стратегия на горизонте длительного времени. Мы про спекуляции сейчас не говорим. Вот. И, ну, один из способов, это обратиться к профессионалу, обратиться к инвестиционному советнику, и уже с помощью него разработать стратегию поведения. Тоже способ. Вот. То есть, в принципе, ну, либо самостоятельно, либо через компанию, либо через... А просто в банк это способ вклады делать? Ну, смотрите, сейчас ключевая ставка растет, и банковские вклады начали повышать. Повышаться, и наблюдается даже отток некоторых из консерватированных инвесторов, которые любили облигации, в банковский сектор, во вклады. Но принципиально банковский вклад никогда не даст вам доходность больше, чем инфляция. Потому что они, в принципе, всегда ориентируются на ключевую ставку Центробанка, а она покрывает только инфляцию. То есть больше такой способ для сохранения? Это способ для сохранения, для формирования подушки финансовой, для каких-то краткосрочных финансовых целей. Вот для все-таки накопления на пенсию, у нас же сегодня тема эта, лучше банковские вклады минимизировать в этой истории. Хотя, конечно, если вам уже 55 лет, то это очень консервативный инструмент, то, может быть, банковские вклады будут для вас выбором. Если вам 20, то точно идти на фондовый рынок и разбираться. И пробовать разбираться. Есть еще такой инструмент, мы когда тоже в студии обсуждали, готовились к этому интервью, обсуждали такой инструмент, как НПФ. Негосударственные пенсионные фонды. Когда-то, несколько лет назад, нас всех просили написать заявление, выбрать себе негосударственный пенсионный фонд, и туда куда-то ушли наши деньги, а потом это все заморозилось, и вот до сих пор этот период заморозки не завершился. Чего-то ждать еще от этого инструмента? Я надеюсь, вы написали это заявление. Конечно. Молодец. Тут есть такая история. Пенсионный фонд, конечно же, вообще наше государство, конечно же, пыталось заботиться о населении, и пытались формировать какие-то инструменты, но пока эти все истории не увенчались успехом, и негосударственные пенсионные фонды сейчас выполняют роль такого, как банк, как банк, как банковский вклад, хотя их задача была все-таки консервативно инвестировать с доходностью выше, чем банковский вклад, но, к сожалению, там только 4 буквально НПФ сейчас показывают доходность выше, чем инфляция. И не все из них можно отнести к сверхнадежным НПФ, потому что были у нас уже истории НПФ, закрывались. Там есть механизмы, как эту систему использовать. Скорее всего, мы можем на нее рассчитывать в каком-то там будущем. У нас еще есть время подождать, пока ее разморозят. А вот, к сожалению, те, кто были в категории молчуны, они уже ничего изменить не могут. Их, в общем-то, государство лишило возможности получить эту негосударственную часть пенсии, накопительную. Поэтому сейчас что мы можем делать? Мы можем следить за состоянием нашего счета, заходить на сайт госуслуги, там это такая услуга бесплатная, оценивать состояние счета. И мы можем менять раз в 5 лет негосударство на пенсионный фонд. Вот не понравилась нам доходность, которую мы там увидели, на деньгах, которые, может быть, не получим. Мы можем поменять на другой фонд. Поэтому этот инструмент сейчас, только для тех, кто когда-то копил, когда-то платил, причем это платежи были не наши личные. Это по закону определенная ставка, которая работодатель за нас платит. Мы на это повлиять никак не можем. То есть, по сути, мы тут повлиять можем только на выбор самого негосударственного пенсионного фонда, при условии, что мы не молчаны. В общем-то, вся такая перспектива. Поэтому надо все-таки делать это самостоятельно, брать ответственность за себя в свои руки, искать источники доходов, оптимизировать свои расходы. Благо, есть у нас на это все ресурсы и возможности, если тем более время позволяет. Я вот еще хотела привести пример. Допустим, как работает вообще, почему фондовый рынок так интересен. Есть такая формула сложных процентов. Вот кто не знает, загуглите, посмотрите, как она работает. Я когда ее посчитала на одном долларе, я пришла к мужу и говорю, почему мы не начали 10 лет назад. Вот, он говорит, ну я же тебе рассказывал. И вот смотрите, копите 4 тысячи рублей в месяц. 4 тысячи рублей в месяц – это 10% от 40 тысяч средней зарплаты. Есть такое правило денег, 10% платишь себе вначале, сначала платишь, сразу откладываешь. Вот, и вот эти 4 тысячи откладываешь сразу, и тогда у тебя, скорее всего, тебе хватит прожить до следующего. Потому что 10% вызывается из бюджета очень просто. Это самое несложное. Так вот, через 15 лет у вас будет 1,6 миллионов на вашем счету и 11 тысяч рублей прибавка к пенсии. Если вы 20 лет это будете делать, 4 тысячи в месяц, то у вас на счету уже будет через 20 лет 3 миллиона и 20 тысяч прибавка к пенсии. Если будете делать это 40 лет, то на счету у вас будет 25 миллионов и прибавка 168 тысяч рублей. Казалось бы, 4 тысячи рублей в месяц, да, но если зарплата 40, можно попробовать там как-нибудь пооткладывать, да, и получить. И это я брала при расчете 10% годовых, а ставка реально может быть выше. То есть вот, ну, как пить дать, надо прямо делать это. И желательно сегодня. Юля, спасибо вам огромное, что нашли время. У нас в гостях была Юлия Галкина, инвестиционный советник. А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм, khv.tv. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на YouTube-канале телеканала «Хабаровск». Я, Виктория Пильник, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин